СМЫСЛ КНИГИ Исправить, поднять таким образом на тот уровень высшего мира, и там ты это все почувствуешь. Так же, как в нашем мире. Разве можно годовалому ребенку объяснить какие-то вещи с нашего мира, которые только десятилетний может понять и увидеть, и разобраться? Он не может. Ты его должен поднять до уровня десятилетнего ребенка, то есть растить, развивать. И когда он вырастет, тогда это он увидит, и ты уже ему сможешь объяснить уже, что он видит. Но тогда мы, получается, находимся в ситуации годовалого ребенка, которому дает учебник десятилетнего ребенка, и такого в этой жизни нет. Для того, чтобы он развился постепенно до этого десятилетнего уровня. И двадцатилетнего потом, и так далее. А пока не разовьется, эта книга для него все равно будет тайной. То есть эту книгу может читать человек сто лет своей жизни. И все сто лет он все равно ничего не поймет. Он будет как-то, ну, представлять себе, но это все равно не то, что на самом деле. А что сделать? Сто лет читать книжку? Нет. А как? Надо ждать каждую минуту, чтобы книга на тебя действовала, чтобы она тебя развивала. Потому что если в нашем мире годовалый ребенок, его развивают, его растят, ему дают всякие игры, занимаются с ним, и тело его само собой растет автоматически, то в духовном мы должны вызывать в себе каждое мгновение рост. Иначе расти не будем. Чтение книги должно быть, человек должен ожидать во время чтения, что на него воздействует некая сила, идущая в результате этого чтения, которую он не чувствует. Значит, я бы сказал немножко, обобщаясь, сказал бы так. Книга, она имеет двойное действие. Первое, если мы желаем развиваться и читаем ее терпеливо, систематически, в определенных условиях, с намерением развиться, она нас развивает, через нее, сквозь нее, сквозь занятие ею, проходит на нас особая сила, которая нас развивает. Без занятия ею силы этой на нас не снизойдет, и мы не разовьемся. Это раз. Второе, это после того, или в мере нашего развития, каждый раз, мы будем больше ощущать и больше понимать, что говорится в книге на том уровне, который мы достигаем. Чудно. Тогда мы сейчас вот начнем. А сама книга, в ней все слои, до самого конца. То есть ты можешь ее читать, не знаю, сколько лет, сколько тебе понадобится для того, чтобы дойти до твоего полного духовного возвышения. А потом? А потом тебе все, ты, значит, все знаешь, все понимаешь, все умеешь. Она уже не нужна? Нет, она уже не нужна. То есть можно вот читать книгу сто лет, при этом... Не подниматься и вообще ничего не получать. Да. Можно ее в течение, допустим, десяти лет или пяти лет так прочесть, что она тебя поднимет до своего конечного уровня, и все. Чудно.